Сегодня мы с вами поговорим об Xbox 360 в этом году. Вторая консоль Microsoft, которая в седьмом поколении показала отличные продажи, стала лучшей консолью для многих. И сегодня мы ответим на множество вопросов, а стоит ли покупать Xbox 360 в этом году? Что эта игровая платформа может предложить, но как обычно, обо всем по порядку. После Xbox Original весьма неплохой консоль, и к слову, выход следующего ящика был естественным и понятным явлением для многих. Xbox 360 появился в продаже раньше PlayStation 3, а именно в 2005 году, и на старте годных проектов для Xbox хватало. Стартовая линейка ящика была впечатляющей, вы можете кликнуть по подсказке и ознакомиться с ней. Прошлая консоль Xbox Original покоряла геймерская комьюнити своей мощностью, ведь PS2 не могла выдавать такой уровень графики при стабильном FPS. Но еще у Xbox был крутой Xbox Live, который позволял играть в онлайне. То есть ящик принес множество нужных нововведений, но его запомнили как раз таки за мощное железо. И следующая их консоль Xbox 360 была также мощной. Да и к тому же у Xbox всегда была простая архитектура, схожая с ПК. Поэтому переносить и разрабатывать игры для этой консоли было гораздо легче, чем для PS3. Конкуренция. Если на самом старте у ящика не было конкурентов, то спустя год все изменилось. В 2006 выходит PlayStation 3, которая выглядела как консоль будущего на фоне Xbox. Во-первых, это Blu-ray привод. Если Xbox использовала двухслойный DVD, то Sony решила посмотреть будущее и зануть свои консоли Blu-ray. Это привело к тому, что на PS3 все игры идут на одном диске. На старте это было не важно, так как у ящика совершенно такая же история. Но уже после, когда проекты стали требовательнее, масштаб их вырос, игры стали занимать больше памяти. И Blu-ray носитель являлся оптимальным решением. Это привело к тому, что некоторые игры на ящике идут на двух, трех или же вообще четырех дисках. По факту дискомфорта здесь как такового нет, и возможно Sony не стоило выпускать PS3 с Blu-ray приводом. Потому что ценник на консоли стал значительно выше, чем на Xbox, который к тому же из-за простой архитектуры мультиплатформе показывал отличные результаты, и часто превосходил консоль Sony. Действительно, мультиплатформе Xbox выглядит лучше, чем PlayStation 3, и сравнений на эту тему множество. У ящика лучше детализация, разрешение, самая графика, и еще плюс ко всему FPS является стабильным. Да, он может просаживаться, это понятно, у любой игровой системы есть эта проблема. Но на фоне PlayStation Xbox работает замечательно. Sony понимали, что они выплатили слишком дорогую консоль. Да, у нее множество фишек, но они нужны далеко не всем геймерам. Поэтому с каждой последующей ревизии PS3 из нее убирали ненужные по мнению компания фишки. Так, например, Sony убрали разъем под старую флеш-карту, обратную совместимость PS2 и 1 и так далее. Ценник на их консоли падал, но продаж, которых Sony желали получить, не было. И компания решила поднять продажи эксклюзивами. X-Sony это легендарная игра, которая качественная, с крутой графикой, и к слову, именно в эксклюзивах разработчики понимали, как работать с железом тройки. Вследствие чего, проекты этой консоли выглядят потрясающе, а в основе платформы опять же не вышло. Но это история двух консолей, возможно в отдельном видео обо всем этом и поговорим более подробно. Подробно. Геймпад ящика стал идеальным, я играл на Original, Xbox и там контроллер далеко не лучший. Главная его проблема, как по мне, заключается в том, что там нет шифтов. Они перенесены на ручку геймпада и играть было не очень удобно. Да, спустя несколько пройденных проектов ты можешь привыкнуть к такому расположению. Но компания не стала придерживаться принципов старого контроллера и перенесла эти кнопки на их законное место. Это привело к привычному расположению, и именно расположение кнопок на контроллерах Microsoft больше не менялось. Как и батарейки в их геймпадах. Кто бы что ни говорил, но лично мне привычнее больше аккумулятор. Ты просто берешь, заряжаешь геймпад и все. Да, аккумуляторы можно докупить, я рекомендую это сделать, если вы не желаете каждую неделю покупать батарейки. Но именно с коробки у вас контроллер на батарейках. Не очень удобно, но практично и здесь дело вкуса. Геймпад идеально лежит в руке, он удобный, вы можете без проблем дотянуться до любой кнопки. В плане комфорта здесь все на высшем уровне. Дизайн всех Xbox'ов хорош, но лично мне больше всего нравится Slim, она выглядит потрясающе. Да, глянет 100% будет царапанным, но издалека вторая консоль майков выглядит невероятно. Ее дизайн очень хорош, а сенсорная кнопка, которая сопровождает нажатие звуком, является отличным визуальным элементом. Но если вы желаете узнавать о новых видео первыми, то рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую и рассказываю эксклюзивный материал, касающийся контента на своем канале. Подписчики, например, знали, что следующее видео будет о Xbox 360. Также сайверы получают время-тремень информацию о том, чего ждать на канале. Там я рассказал, почему же вместо видео о Sega Saturn выходят другие. То есть вся основная информация будет именно в телеграм-канале. Saturn же весьма интересная консоль, про которую действительно есть что сказать. Поэтому если вы желаете узнавать о видео первыми, то переходите в описании, там будет ссылка и подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего. Но стоит ли покупать Xbox 360 в этом году? Ящик отличнейшая, консоль, которая вышла в седьмом поколении, и легендарных проектов здесь полно. Поэтому я буду рекомендовать приобретение эту консоль даже спустя лет пять. Стоит Xbox 1610, и за эти деньги вы получаете отличное устройство, которое подарит вам сотни часов потрясающего гейминга. Существуют консоли с разными прошивками, если мы говорим за фрибут, то консоль с этой прошивкой позволит вам запускать проекты с Xbox Original. Если вы пропустили шестое поколение, то также игр там полно. Отличные файтинги, шутеры и прочие легендарные жанры. Поэтому ящик за свои деньги это суперское приобретение в этом году, следующем и так далее. А если это консоль Балаус, нулевые вы играли во многие проекты этой игровой системы. Часто вспоминаете времена, когда собирались компании и соперничали в разных спортивных симуляторах, гонках и так далее. То Xbox нужно купить прямо сейчас. Да, кто-то может сказать, что на ящике серии С либо Ванни есть обратная совместимость с 360-ым. Но во-первых, эти консоли стоят дороже. А во-вторых, далеко не все игры Xbox 360 могут запускать последующие ящики. Поэтому Xbox это та консоль, которая должна быть у вас, если вы желаете время от времени возвращаться к легендарным играм. А в связке с PlayStation 3 эти консоли подарят вам мега положительные эмоции, но тут уже дело каждого. Допустим, на плойке можно проходить эксклюзивные проекты, которые, несмотря на массовый выход экзов на ПК, здесь все-таки есть. Эти игры опять же годны, а ящик используют для мультиплатформы, потому что она банально там лучше. Но еще и сами эксклюзивы Xbox замечательные. Forza вообще гоня, я считаю, что это лучшая гоночная игра, которая когда-либо выходила. Да, Gran Turismo тоже крутая, но в Forza простое управление. Крутая фишка с перемоткой времени, если мы говорим за Horizon, то там еще и присутствует открытый мир, который добавляет невероятное разнообразие этой игре. Так как после прохождения сюжетной линии можно просто кататься по красивому городу, полностью исследуя его. Поэтому, да, это отличная консоль, и не важно на самом деле, что вы выберете, Xbox или PlayStation. На этих игровых платформах есть крутые игры, а это главное. Но в каком случае покупать Xbox 360 не стоит? Наверное, если графика вас не устраивает, но она там нормальная. Однако люди разные, и я уверен, что есть те, которые играют в игры исключительно из-за графики. Но не стоит забывать о том, что это старая консоль, и как для того времени графический уровень здесь прекрасен. Темы FPS мы с вами разбирали, но затронем ее еще раз. Есть игры, в которых Xbox показывает нестабильный FPS, но таких проектов очень мало. В основном же на ящике адекватный FPS, которого хватает для того, чтобы с комфортом проходить проекты даже после игры на PlayStation 5. Поэтому в плане стабильности кадров здесь все хорошо, и этот пункт на самом деле важен. Так как не все старые консоли могут похвастаться стабильным фреймрейдом. Но Xbox 360, как и в принципе любые консоли, нужно покупать из-за игр. Потому что на игровой платформе вы будете играть, и с чего же здесь начать. На ящике полно шикарных проектов, однако я бы начал с простой, но очень крутой игры от Rockstar Games. Bully. Bully это не просто топовая игра, это проект, которому у меня множество ностальгических чувств. Я познакомился с этой игрой впервые на ПК, и это было какое-то чудо. Графика на тот момент меня не удивляла, потому что я видел множество игр с крутейшей графикой. Но картинка меня устраивала, она неплохая, но для своего времени очень простовата. Хотя можно оценивать Bully School Archiped Edition как ремастер, где просто потянули графику в сравнении с PS2. Сделали они, к слову, очень круто, если сравнивать с PS2, добавили немного новых миссий и уроков, и получилось в целом отлично. Выпустили для новых платформ и получили большое признание игроков, потому что Bully действительно великолепная игра. Вы можете после прохождения сюжета, который классический в стиле Rockstar, путешествовать по открытому миру, собирать коллекции и выполнять поручения. Открытый мир наполнен разнообразием, в этом плане у Bully всё замечательно. Сюжетная линия, опять же, крутая, но про неё, как и в других играх, я говорить не буду, так что спойлеры здесь будут отсутствовать. В общем, Bully это отличная игра с крутыми возможностями и особенным сеттингом. Также нужно обратить внимание на Forza Horizon. Отличный гоночный симулятор, который покажет вам, что значит шикарная гоночная игра от Microsoft. В Forza идеально, наверное, всё. Прекрасный открытый мир, который, как ранее говорилось, наполнен разнообразием. И помимо простого исследования трасс, можно также искать раритетные автомобили, устраивать заезды с проезжающим мимо транспортом, да и просто отлично проводить время. Автопарк здесь обширный, вы можете подобрать транспорт на любой вкус. А если его характеристики вас не устроят, то тюник никто не отменял. Вы можете усовершенствовать даже самый быстрый автомобиль, и это просто добавляет разнообразия. Графика здесь отличная, и несмотря на то, что на ящик 360 выходила следующая часть Horizon 2, она в графическом плане уступает первой части. Объёмная локация выглядит там полупустым из-за отсутствия большого количества травы. Поэтому я в своё время большую часть времени с гоночных симуляторов проводил именно в первый Horizon. И даже сегодня она играется потрясающе. Ну и чтобы долго о играх не говорить, как обычно, третьим последним проектом станет Fallout. Не стану выделять какую-то часть, потому что две эти игры великолепны. В Fallout отличная свобода действия, которая позволяет геймеру проходить игру так, как хочет именно он. Разумеется, в рамках игры. Графика здесь приятная, видно, что это противизм его поколения. Если взглянуть на графику названных игр, то можно увидеть нереальный прогресс в сравнении с прошлым шестым поколением. Открытый мир присутствует во всех играх, но именно в Fallout он более насыщенный. Так как путешествуя из одной локации в другую, вы можете найти случайное задание, либо тайное место, посетив которое, ваш главный герой получит много опыта, необходимого для прокачки персонажа. Или же вы найдёте море крышек. В общем, мир Fallout'а нужно исследовать и спешить в этих играх не стоит. Я проходил данные проекты множество раз, и каждый раз прокачивался максимально выполняя все квесты. Игра затягивает. Огромный выбор орудий, навыков и прочего также не даст вам заскучать. Оппоненты разнообразны, некоторые из них простые, и вы сможете с ними расправиться даже в самом начале игры. Однако, если вы желаете с самых истоков начать путешествовать по миру Fallout'а, то наткнуться на серьёзных соперников вы сможете. И в таком случае справиться с ними будет проблематично, поэтому прокачивайте в первую очередь персонажей, собирайте стимуляторы. Безусловно, это не все отличные игры ящика 360, и если вы желаете увидеть отдельное видео о лучших играх Xbox'а, то в таком случае кликайте по подсказке вверху и смотрите интересующее вас видео. А сейчас мы переходим к заключению этой темы. Xbox 360 легендарная консоль, на которой есть во что поиграть. Дизайн у неё очень крутой, геймпад и история игровой системы тоже. Это прошлое, которому приятно возвращаться, и каждый раз сделая это, вы можете испытать множество положительных эмоций. Потому что раньше игровая индустрия была совершенно иной, игры такого качества могут делать далеко не все. Ну а вы пишите в комментарии, что думаете насчёт Xbox'а 360 и будете ли его покупать. Остальные не забудьте подписываться на канал, группу ВКонтакте и Телеграме. Следующее видео, как обычно, скоро выйдет, поэтому мы с вами также скоро увидимся. Но в любом случае, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok